Также является экспертом-советником безопасности по питанию в офисе премьер-министра. У него 569 диссертаций в международных научных журналах и 59 патентов по всему миру. То есть это далеко не последний человек. Он также был президентом Кэрри. Кэрри это Корейский институт атомной энергетики, где и зародилась атом. Где зародилась первая продукция. Два первых продукта. Химохим и шестиступенчатая линейка по уходу за кожей. Эти два продукта и дали начало компании. Теперь расскажу немного об истории компании. Компания была основана 1 июня 2009 года. Тогда компании не было практически ничего. Не было финансирования, не было офиса. Офис был там, где был Пак Хангель со своим ноутбуком. Не было такой системы, не было интернет-магазина. Людям приходилось продавать продукцию с рук. Не было даже инструкции, потому что не было даже денег, чтобы его распечатать. Все эти расходы не входили в цену продукта. Потому что изначально была поставлена цель сделать цену минимальной. Не закладывать в цену продукта ничего, кроме продукта. И соответственно вот этого кусочка, с которого распределяется вознаграждение партнеров. В 2010 году открылось представительство США. В 2011 году открывается Канада и Япония, и объемы экспорта превышают 5 миллионов долларов. В 2012 году в компании был создан комитет этики, чтобы все партнеры Атоми работали по этике. И объемы экспорта превысили 20 миллионов долларов. В 2013 году количество людей, зарегистрированных Атоми, превышает 1 миллион 400 тысяч человек. В 2014 году открывается Тайвань. И продажи Хима-Хима превышают 100 миллионов долларов. В 2015 году открывается Сингапур. И Атоми входят в Федерацию корейских индустрий. В 2016 году открывается Камбоджа, Филиппины, Малайзия. Объемы экспорта превышают 30 миллионов долларов. В 2017 году открытие в Мексике, Таиланде. И объемы экспорта превышают 50 миллионов долларов. В 2018 году открытие Австралии, России. И компания получает от государства Южной Кореи премию, как замечательный налогоплательщик. Также получает первый приз в категории инновации в дистрибуции, то есть в распределении товаров. В 2019 году открывается Казахстан. Как мы все уже знаем, в июле этого года, уже совсем скоро. Также в июле открывается Азамол. Азамол это будет большая интернет-площадка в Корее. Это будет нечто похожее на Амазон, Алибаба, Алиэкспресс, где все участники Атоми смогут получать баллы. На этой площадке будут представлены бренды различных компаний. Мы пока еще не уверены, как это все будет работать и как партнеры из Казахстана смогут получать в ГДД оттуда. Но очень скоро мы узнаем подробнее. Также в 2019 году открывается Вьетнам. Об этом сообщили совсем недавно, буквально 2-3 дня назад. В 2020 году планируется открытие Индии, Китая, Гонконга. Открытие Европы перенесли на 2021 год. В 2020 также откроется Колумбия. Это в планах А и Турции. Это в планах компании. Возможно, немножко будут изменены даты, но планы пока такие. Так, можно звук переключить? Я хочу представить вашему вниманию ролик. Это ролик с открытием, которое состоялось в России 3 мая. Так, звука пока не надо. Давайте мы этот ролик попозже посмотрим, когда с облуком решим вопрос. Следующий слайд. На этом слайде представлены объемы продаж компании. Здесь два столбика. Серенький и синенький. Серый – это объем продаж в Корее. Синенький – это общий объем продаж вместе с глобаль. Как вы видите, когда компания открылась, объем продаж был 25 миллионов долларов за первый год. И дальше объемы растут. Здесь открылась США, здесь присоединилась Япония, Канада. В 2012 год и так далее. В 2017 году общий объем продаж компании превысил 1 миллиард долларов. По началу, когда я услышал эту сумму, я не мог понять, насколько это круто. То есть, насколько это большая сумма. Но когда мне сказали сравнение, то, что таким гигантам, как МВИ, понадобилось 15 лет, чтобы добиться такого товара-оборота, а компании Гербалайт понадобилось 20 лет. И когда эти компании начинали, у них практически не было конкурентов на рынке. Рост продаж компании Атоми продолжает расти. Здесь представлены, например, объемы продаж одной крупной компании, я не стал указывать, какой, за 2013 год и за 2016 год. Большинство компаний, если вы на сегодняшний день, теряют деньги. То есть, идут спад товара-оборота, спад участников и так далее. И поэтому компании приходится выкручиваться. Они изменяют маркетинг-план, применяют другие системы, которые получаются у других компаний и так далее. Компания Атоми придерживается своей идеологии с самого начала. То есть, нет никаких изменений. В маркетинг-плане были небольшие поправки и изменения, но они все были направлены, наоборот, в сторону улучшения работы. То есть, в сторону партнеров. То есть, с выгодой для участников компании. Здесь, на этом графике, его тоже представили недавно, на лидерском семинаре в Корее, представлен график роста участников в Корее. То есть, когда компания начинала, вот эта вот полоска, это участники Атоми. Участников было очень мало. И с каждым годом участники растут, 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 растут. На данный момент в Корее около 3 миллионов участников. Здесь вот рост участников компании МВИ. То есть, он падает. Нью-Скин, Кирбалайо. То есть, у всех идет либо такое эстетичное положение, либо спад. Почему в компании Атоми идет такой рост участников? Во-первых, есть 4 нет. То есть, в компании Атоми нет платы за регистрацию, нет обязательных закупов, нет членских взносов, и вообще нет никаких минусов. Когда человек регистрируется в компании, он ничего не теряет, ничем не рискует и ни к чему не обязывается. Он просто занимает свою позицию в системе. Почему люди так легко регистрируются? Потому что людям легко понять, если они зарегистрируются сейчас, то они займут свое место, и все, кто будет зарегистрирован после них их спонсором, пойдут в их структуру. Когда я объясняю это людям, даже люди, когда не думают, что они будут этим заниматься, они все равно на всякий случай регистрируются. Точно так же я зарегистрировался в свое время, на всякий случай. А вдруг? Следующий вопрос. Почему в компании может заработать каждый? Эту идею объясняют на каждом семинаре Атоми. Почему каждый человек, вне зависимости от своих способностей, вэкграундах, может заработать? Потому что, прежде всего, а с фундаментом всего является абсолютная цена, абсолютное качество. То есть это продукция. Если бы не было такой замечательной продукции, каким бы ни был замечательный маркетинг-план, все это не работало бы так. Не работало бы так здорово. Следующий – это маркетинг-план. Это продуманная для мелочей система, которая позволяет всем выйти на заработок, приложив определенные усилия. Следующий пункт – это взаимная помощь. Вы будете слышать такое понятие, как суперсинергия единого сердца. У меня это словосочетание казалось странным, но я его не понимал. Я, на самом деле, его понял только совершенно недавно. Я советую пока, наверное, не застрять на этом внимании. Но взаимная помощь подразумевает то, что система построена таким образом, что конкуренция бессмысленна. Здоровая конкуренция, такая спортивная конкуренция, она, конечно, помогает развиваться. Но именно вот конкуренция, суровая конкуренция в рыночных условиях, компания Атомии не имеет большого смысла. Чем больше вы будете углубляться в систему, тем больше вы будете это понимать. Потому что чем лучше будут дела идти у других конкурентов, то есть у других структур, тем лучше будут идти дела и у вас. И следующее – это 1%. То есть мы все находимся в одном проценте. Это относится не только к Атакстану, это относится к общим планам компании. Пока компания добилась оборота в 1 миллиард долларов, в планах компании добилась оборота в 100 миллиардов долларов. То есть пока компания существовала свои планы на 1%. И пока, по населению даже если взять, пока открыл только 1% людей зарегистрированы. Как мы все входим в этот 1%, находимся на таком замечательном пороге. Мы на самом деле большие счастливчики, потому что мы пришли на все готовое. Когда компания начинала развиваться, было очень сложно. Людям было очень сложно работать. Компании никто не доверял. За 10 лет компания заслужила всеобщее признание и доверие по всему миру. Миллионы людей оставляют свои позитивные отзывы. Продукция пользуется популярностью, дает результаты, люди здоровеют, красивеют. 1% вот примерно на этом графике показано, сколько от общего пуска пирога пока компания достигла. Все остальное пока еще свободно. Поговорим немного об активном и пассивном доходе. Все хотят пассивный доход. Я думаю, все в принципе понимают, что это такое. На этой картинке показано, что активный доход – это когда вы тратите 100% усилий, чтобы получать свои деньги. То есть чаще всего это люди, которые работают по найму. У вас есть работа, вы должны на нее ходить, чтобы получать зарплату. Если вы перестанете ходить на работу, вы перестанете получать зарплату. Если вас уволят, вы также перестанете получать деньги. 75% – это когда у человека появляется дополнительный источник дохода. Возможно, какие-то продажи. Возможно, где-то в сетевом он участвует. Возможно, еще какой-то доход и так далее. Что такое пассивный доход? Пассивный доход – это когда вы уже можете не прикладывать никаких усилий, а деньги будут вам продолжать перечисляться. Добиться пассивного дохода можно многими способами. Но, к сожалению, большинство из них требуют больших навыков или больших вложений. То есть человек должен обладать какими-то определенными способностями, либо большим капиталом, чтобы вкладывать деньги. То есть в нашем мире деньги делают деньги. Мир капитализма. Атоми дает такой инструмент, когда вы можете построить себе пассивный доход без каких-либо вложений. Любой человек, который регистрируется в компании, ничего не теряет. Давайте рассмотрим такое понятие, как пирамида. Многие, когда слышат сетевой маркетинг, сразу ассоциации пирамида. И у всех возникает сразу страх, негативные эмоции, отрицание и так далее. Что такое пирамида? Это геометрическая фигура, которая представляет собой практически все структуры, которые есть в мире. То есть во главе стоит один человек, и от него дальше идут ответвления. То есть есть пирамидальное построение, и оно имеет место практически во всех компаниях, во всех структурах. То есть к пирамидальному построению вопросов нет никаких. Вопросы есть к финансовой пирамиде. Что такое финансовая пирамида? Финансовая пирамида чаще всего реализуется с помощью той или иной модели сетевого маркетинга, когда на верхушке сидит 1% людей, которые зарабатывают 90% денег компании. Соответственно, 90% денег компании приносят вот эти вот люди, 90% людей внизу. То есть я это понимал таким образом. То, что 1% сверху забирает деньги.